Самых легендарных хоккеистов всех времен. Он выпускник клуба «Трактор». Спортсмен 7 раз становился чемпионом СССР. В составе отечественных сборных он 5 раз становился чемпионом мира и 2 раза Олимпийских игр. А каких выдающихся выпускников «Трактора» помнят и знают челябинцы? Спросим прямо сейчас. Николишин, наверное. Евгений Кузнецов, он в «Тракторе», не знаю, под каким номером, не помню, но он не запомнил своими финтами фирменными, которые когда буллит пробивал. Ну, Белому все знаю, потому что он тренер, потом стал тренером. Ну, естественно, Гамаляка, Гусманов, кто еще? Макаров. Дикуллин, потому что, да, понял, кто? Он неприятен. Просто приятен. Вот и все. Ну, лучший нападающий всех времен и народов Макаров был. Ну, и брат его, Николя, тоже в защите хорошо играл. Из молодых, Женя Кузнецов. У кого? Тоже Макаров. Оттого удачно попали, потому что я в свое время сам в ЧМСХ играл. Да, это 65-го по 74-й год. И тоже в «Трактор» очень здорово приглашали. Вот. Быков со мной начинал играть на три года младше меня в ЧМСХ. Он 60-го, а я 57-го. Вот. Ну, и мне трудно сказать. Ну, вот и Макаровы оба братья, потом Гамаляка. 27 декабря 1947 года решением комитета Челябинского тракторного завода была открыта первая на Южном Урале секция по хоккею с шайбой. Так началась история теперь уже знаменитого на весь мир клуба «Трактор». За 70 лет существования из него выпустились сотни спортсменов, которые прославили не только наш регион, но и страну. И, как показал опрос, мы помним каждого. Спасибо.